потаж из парка наньшань в городе шэньчжэнь вот эти цветы очень хорошо пахнут как отнестана мылом дорогим мылом не жасминовым а вот другим запахом а эти цветы на так прямо это символ гонконга всех монетах но они кстати слабо очень пахнут аньема магазин называется и внутри вангард китайский такая вот классная улица очень похожи чем-то на тяосян только даже более морской такой воздух поскольку тяосян далеко от моря а тут ближе к мою сейчас в сторону моря по идее еду интернациональная школа кис и скотт парк я так понимаю что тут можно в этот парк въехать даже но без велосипеда я бы не хотел туда ехать потому что это далеко вот тут кто-то опрыскивает опять садовники видимо вот это и есть въезд в парк так крутая конечно тут можно въехать можно пока какая-то дорога очень крутая еще один частный жилищный комплекс на подъездах к горе Найншань и естественно до горы вы тут не подойдете и только красивым видом будете наслаждаться пол таки этот указатель и он пишет что там дальше находится вход в парк один из его тут написано территории вилл и восхождение на гору парка Найншань то есть видимо вот это и есть основная трасса по которой подразумевает что люди могут восходить какая-то частная стоянка видимо с машинами красивыми это видимо те кто живет в этих виллах около парка Найншань как обычно запрет на въезд на велосипедах при том что дорога широкая скорее всего кто-то по блату и на машина туда заезжает скачу нельзя потаж из парка Найншань в городе Шэньчжэнь вот эти цветы очень хорошо пахнут как от ни странно мылом дорогим мылом не жасминовым а вот другими запахом а эти цветы я так понимаю это символ гонконга на всех монетах но они кстати слабо очень пахнут на всех монетах на гербе Гонконг можно увидеть этот цветок с такими загнутыми лепестками как лопасти этот парк предполагается и только пеший то есть на нем нельзя заезжать на эти лилии тигровы нельзя заезжать на велосипеде личном автотранспорте но поэтому дорога в принципе предназначена для проезда и даже есть ограничение скорости то есть видимо по блату людей пускают но это надо очень постараться так скажем так вот сегодня оптимальный климат для похода в парк потому что благодаря почти стопроцентной влажности слабо идущему дождику жара не так сильно давлеет хотя температура высокая но тем не менее такая приглушенная атмосфера не такая сильная жара так это я так думал написано добро пожаловать но я не знаю что там находится парк наньшань это дословный период южная га возможно то что это южное побережье южная прибрежная зона китая может поэтому называется южная га может быть по какой-то другой причине может потому что сам полуостров он выдается туда вниз именно в юг на юг поэтому именно вот называется может быть южная гора хотя эти год не так много это все-таки холмистая больше местность чем гористая поэтому почему называется именно южная гора я не знаю в честь этой горы и в честь этого парка одноименного сам район тоже называется южная гора хотя такие одноименные топонимы они встречаются и в других местах китая в частности какой-то там чиновник известный который фигурировал вот в новостях последние месяцы и вот так и зовут тоже южная гора поэтому такой топоним распространенный я оставил с собой велосипед которым поехал потому что тут нельзя на полоспеть я думаю ночью никто не контролирует есть другой парк вот напротив гонконга то есть той прибрежной зоны там тоже как бы формально нельзя но все ездят формальность такая вот эти вот хуже на эвкалипто деревья с ободренной шкурой облезлой шкурой вот это явно что посадки ухоженные все эти люди высаживают специально чтобы росло потому что это как любая культурная посадка на однородное это и так видно кстати это не умаляет достоинства конечно сегодня кого создающих насекомых меньше стало в воздухе есть скамейки что далеко не в каждом китайском парке вообще есть как интересно от них к отстаёт и ну это конечно плюс только вот розеток нет свой фарм для полоты счастья так интересно куда эта тропа идет в никуда тут обрывается не полезешь на стену туда правильно на земляный вал это ой хитика пролетела с вот этой ветки обсуждают покупку квартиры ничего еще может человек на проводе обсуждать так надпись в одном направлении на горячая земля вместе строим культуру культурный сад это о том что мол чистоту поддерживайте значит и до сказать небо кстати такое бесцветное как обычно хотя пару дней назад или даже вчера вот она была очень красивая что это к сожалению будет там вот эти мелкие листики похожи на эвкалипт отсюда не видно на втором плане вот этот человек видимо он сотрудник служб раз можно электромопедик поезжать ну вот написано тоже же запрещено курить а заводить косты какой-то мы так написано что став я так думаю сейчас за следующим поворотом это окружная дорога очень гладко заворачивает но вот этот указатель на туалет я уже то раз вижу а туалет всю нет а вот он вот вот охрана вот и туалет или нет ни охраны просто трудники сотрудники клубы под названием garden но машины же как-то они ставят сюда значит они сюда заехали ну вот написано первое пиво маршрут там если вы ему могу он туда если вы к виллам он сюда если в туалет то прямо тут подниматься уже не буду потому что это долго займет хотя чем не мешать гавкают уже такой конструкции туалеты в парке в китайском то есть они многоразовые но при этом кабинки выглядят как вот привозные то есть видимо внизу там снимается поддон и жидкость это выгружается вручную так вот интересно так мы закончили восхождение на гору на наньшань или парк наньшань и естественно до города самой не дошел я только немножко по той трассе вдоль парка вот этой горы черепахи так называемой объездной дороги поднялся и потом спустился и как раз начался ливень поэтому я все спрятал и ничего не снимал на обратном пути и чтобы спросить телефону первое что должны сделать в шен-жене или вообще в любом городе иго-восточной азии где постоянно ливни особенно летом бывает ну и не только летом там если это юг вьетнама то там допустим каждую то есть зимой каждое летом особенно да там дождей много каждый вечер стандартно начинается в 6 вечера и естественно в такие моменты самое главное это иметь пару пакетов потому что одного бывает мало лучше им два пакета чтобы защитить как-то от воды свои гаджеты и телефоны в особенности и соответственно вы их в этот период пока вы возвращаетесь куда-то в сухое место или помещение вы не можете их использовать то есть надо просто упаковать быстро ну а дальше по себе не надо беспокоиться поэтому наносить такую одежду которая легко высыхает и не впитывает много влаги поскольку вы все равно промокнете то есть если вы конечно в дождевике не гуляете вот единственный способ хотя ноги у вас все равно промокнут то есть галоши у меня тоже есть галоши дождевик но это больше для работы то есть когда вы гуляете это немножко не то в дождевике гулять хотя кому как когда MAN так в дождевке